всем привет друзья сегодня опять у нас выключили свет жена с ребенком убежали к бабушке потому что у них есть свет так как мы занимаемся онлайн обучением свет нам нужен буквально вчера или позавчера парнишка написал спрашивает как вы плетете на 4 гвоздиках подвесы я уже показывал как плести на двух гвоздиках ну то есть вот эти вот убираются вот так остается два гвоздика и плетется вот такая вот бодяга на 2 гвоздиках также можно поставить 3 гвоздика то есть вот так вот ставишь да не получаются треугольник такой на 3 можно поставить на 4 плести то есть это сюда можно поставить без разницы как так так этот сюда вот получается 4 так и у меня уже все кривые ребят я тоже самое как бы не учился не обучался нигде и ничему посмотрел один раз в интернете и уже потом сам доходил до всего этого можно плести на 2 можно потом перейти на 3 можно потом на 4 то есть петли увеличивать точно также можно и скидывать петли то есть 4 ты плетешь толстый потом можно тройку сделать можно двойку сделать то есть у вас будет не толстый идти у так а допустим вот на шею где он вешается будет толстый потом потоньше потом еще тоньше и уходить в удавку это вот завершающая петля я вот сейчас разберу при вас удавки вот они вешаются я тоже говорил что можно по навешать очень-очень много то есть тот на один монок идет вот просто веревка две удавки продел сюда и и вот так вот вытягиваешь дырку делаешь все также можно вытащить отсюда сейчас разберу и вам покажу так ну все вот я вытащил получается когда ты вытягиваешь эту петлю и потом так вот сделал помял пожамков все она опять превратилась в одно единое целое так а это завершающая то есть я начинал плести вот отсюда вот отсюда где там видно не видно вот так вот отсюда я начинал плести а это завершающая то есть у нас остаются вот они 4 петли вот они через них просто продевается видно не видно через них продевается нитка и затягивается просто в удавку точно также чтобы не разбежалась она не расплылась вот я вам сейчас покажу так наверное я сделаю сейчас вот так вот так сделаю чтобы мне было легче и проще работать то есть я удавку развязал которую на которую вешаются манки я уже там тоже в том видео показывал что вдруг нужна веревка там или еще что-то можно расплести и вот получается 4 крючка вот они то есть если сейчас его сюда вот так вот продеть так не цепляться вот так вот и одеть эти петельки сюда ну то есть вот раз два там видно не видно не вижу тоже глухо так вот три три ну и четыре вот конструкция то есть если мы плетем получается вот плетете чпок нижнюю петлю мы кидаем куда сюда опять сюда раз повернули нижнюю петлю сюда повернули нижнюю петлю сюда ну и так далее то есть а чтоб потом все это закрепить вы уже видели вот она снимается так снял остаются петельки то есть в эти дырочки в эти петелечки надо чтобы не убежали не так то есть продевается конец сюда 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 и затягивается все получается вот такая вот бодяжка чтобы расплести ее просто вот вы тянете вот видите она просто снимается целая длинная веревка у вас получится жизни всякие ситуации бывают что может понадобиться то есть вот так вот видите да как начинать как начинать я уже показывал точно так же как с двух допустим петелек с 3 петелек или с 4 петелек без разницы то есть конец опускаете сколько вам надо там я не знаю 20 30 сантиметров оставляете и пошли делать намотку без разницы как по часовой или против часовой я делаю против часовой то есть раз петлю сделали на следующую падает раз петля на следующую падает петля на следующую падает петля на понятно да давайте еще раз петля сюда петля сюда петля сюда петля сюда петля сюда все дошли до этого это уже плетение пошло теперь уже не против часовой а по часовой то есть сюда кинули все нижнюю сбрасываем первая петелька у вас есть можно чуть подтянуть сюда нижнюю сбрасываем точно так же как вот я вам показывал сюда нижнюю сбрасываем сюда нижнюю сбрасываем ну и так блин убегаю по моему даст с камеры то есть вот у вас уже получал полу ну рядок уже прошли следующий ряд точно так же положили нижнюю сбрасываем положили нижнюю сбрасываем положили нижнюю сбрасываем ну и так получается вот такая вот у вас красивая штучка сейчас покажу как то есть снимаете то все и точно также расплетаете сейчас я вам покажу как с трех ой вернее с четырех петелек уйти на три точно также добавить можно то точно также можно убавить вот в данном случае как бы подвес он уже готовый сейчас я вот идет одену петелечки которые здесь были 5 и убежала так 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 все вот то есть понятно да вот вы плетете как я показывал чепотах сбросили нижнюю наверх чепотах сбросили нижнюю наверх теперь вам нужно сделать переход как я говорил да вот это вот толстая она на шее остается как бы концу можно сделать тоньше то есть три сделать и сделать 2 можно еще тоньше будет плавный переход как это сделать девчонки наверно которые смотрят они уже догадались как а вот это вот для мужиков у нас мышление немного по-другому работает так ну четыре у нас вот они стоят то есть нам что надо сделать а нам надо сделать три чтобы было то есть что мы делаем гвоздь один убираем так раз два чтобы ровненько было это сюда вот так вот смотрите это уберем пока то есть раз у нас одна петля лишнее осталось видеть чуть не делать а с ней делать вот сюда же мы одеваем блин а вот мы одели ее сюда же видно да и дальше продолжаем плести точно так же круг сделали нижнюю сбросили сейчас она будет туго потому что надо ее вытянуть немножко их так это сюда а это сюда что здесь двойная получилось вот вы один рядок пройдете так сбросили здесь сюда также сбросили а здесь у нас остается две то есть которая была это которую еще добавили то есть мы кидаем одну и вторую хоп и вторую также хоп-хоп все вот что у нас получилось теперь на исходе и продолжаем также плести ногти должны быть хорошие ребята для этих вещей очень хорошие можно вот так вот подергивать за саму то есть вот из 4 мы в 3 преобразовали точно также из 3 в 4 только добавляете гвоздик и одну петлю добавляете прибавляете все здесь убавили там прибавили то есть по ходу просто вот так вот идете да и намотали еще одну петлю сделали гвоздь воткнули намотали все и дальше пошли ничего такого сложного нету дальше продолжаете то есть крутите вертите так здесь мы не путаемся уже запутались это можно вниз вот так бросить ее чтобы она была внизу а это все остается здесь сверху ну и сейчас я буду плести плести то принципе я говорю плетется все быстро даже тот кто первый раз это делает у него все получится все получится очень быстро и как бы безо всяких трудностей ноготь задрал и сейчас тут еще буквально несколько этих штришков и вы увидите там я сейчас переход вам покажу ну то есть так вот идет 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 я говорю я тоже нигде не учился никаких курсов не сдавал посмотрел один раз в интернете и начал экспериментировать а как на двух гвоздиках а как на трех гвоздиках а как на четырех гвоздиках а если так сделать а если так за ну это обычное вязание ребят как бы ничего сложного нету как наши женщины вяжут крючками так и здесь то же самое прибавили убавили так но здесь вот уже видно сейчас я вам сниму эту штучку брючку и покажу так вот смотрите видно да здесь шло 4 и вот здесь вот сразу переход идет вот его видно как бы ну кто знает а кто не знает он даже не поймет что здесь она просто будет утончаться то есть вот четыре идет вот это уже тройное плетение пошло это тройное плетение точно так же можно стройной перейти на двойное получится квадратик и у вас получится шикарная красивая веревочка вот такая подвес для манков толстый потом тоньше еще тоньше так вот ничего такого сложного нет также я говорю увеличивать ничего такого сложного то есть вы берете просто у вас есть вот три петли три петли вы берете доставляете допустим этот сюда переводите сюда где там дырочка вот этот сюда а этот сюда хлоп все то сплетение есть но этот надо добавить то есть раз петлю сделали просто вот есть как есть петлю сделали и все дальше пошли плести сбросили 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 и вот она пришла следующая сбросили то вот добавили его уже получится 4 также можно 56 без разницы но я говорю толщины вот этой хватает он мягкий получается шею не натирает не стоит как у бегемота свадебный период он мягенький то есть сама сама то вы его не чувствуете дискомфорта никакого не придает вообще так что вот так вот дерзайте не знаю парнишка как его зовут попросил как покажите человек занимается электрикой я вот в электрике не силен паять перепаивать или еще что-то человек попросил я сделал пожалуйста пользуйтесь всем добра друзьям